Ну, конечно, главное художественные мелочки разложить, да, чтобы все было красиво в кадре, ну, и подписать работу, святое. Привет, друзья, с вами снова я, Айна Пояслей. Буквально через минуточку мы начнем наш туториал по рисованию замечательных пончиков масляной пастелью. Я пока хочу записать это интро, и я считаю, что это отличный повод, во-первых, сказать привет всем моим новым подписчикам, спасибо, что вы со мной. Надеюсь, что вам интересно, и выйдет еще интереснее в будущем, буду записывать много-много всяких интересных видеоуроков масляной и сухой пастелью. Спасибо, что вы со мной, спасибо за ваши лайки и комментарии, я все всегда читаю, все всегда замечаю, так что здорово, спасибо вам огромное. И второе объявление, которое я хочу сделать, это объявление, касающееся людей, которые не просто смотрят, но еще и рисуют по моим видеоурокам и выкладывают все это в Инстаграм. Я, у меня достаточно активный профиль в Инстаграме, я оставлю ссылки на него в описании, если вам интересно. Но объявление заключается в следующем, очень много, мне кажется, рисунков и результатов работы этих людей, вас, мои дорогие, к сожалению, теряются в Инстаграме, потому что я не всегда, видимо, по каким-то техническим причинам получаю уведомления о том, что вы меня отмечаете на какой-то публикации. И в результате люди рисуют, публикуют свои картины, а я не могу на них посмотреть, не могу даже не прокомментировать, никак на это отреагировать, и это, честно говоря, очень обидно. А потом эти работы вообще теряются, в общем, потоки, и я не знаю, как их разыскать. Мне пришла такая мысль, я очень хочу в конце каждого моего видеоурока делать подборку ваших работ по моим видеоурокам. Потом, соответственно, будут они сделаны в виде скриншотов с вашего Инстаграма, то есть будет указано ваше имя в Инстаграме, и будет видна ваша работа, чтобы просто все остальные могли полюбоваться результатами. Также, мне кажется, это здорово и очень интересно, и это как-то вовлекает вас немножко в работу с моим каналом. Если, конечно, вам не хочется, вы можете не отмечать свои работы или просто писать, что вы не хотите быть в видео, я тогда, конечно, не буду вас насиловать. И включать в свои видеоуроки. Вы, собственно, если вы решитесь рисовать этот урок или какой-то другой, пожалуйста, ставьте вот этот хэштег «Рисуем с пояслей». Очень просто, мне кажется, легко запомнить, и я всегда смогу найти ваши работы, и включу их обязательно в свой следующий видеоурок. Надеюсь, что он будет на следующей неделе. А вас, кстати, я поздравляю с Днём Света Валентина. Сегодня как раз у нас такая немножко романтичная тема сладостей. Хотя пончики не очень романтичные, наверное, но мне кажется, они здоровские, и поднимают настроение, и вообще невкусные. Прошла сейчас по некоторым своим аккаунтам своих друзей, которые рисовали, по-моему, уроком. Попыталась что-то сохранить, но это, к сожалению, не очень много, буквально пара картин. Я их в конце этого видео покажу вам. А теперь приступаем к уроку. Извините за такое долгое отступление, но мне показалось, что это важно. Вооруживаемся масляной пастелью и бой. Итак, начинаем, как обычно, с карандашного контура. Здесь я рисую обычным простым карандашом на достаточно плотной бумаге. В данном случае это акварельная бумага. Но с обратной стороны обратите внимание на то, что для масляной пастели желательно не фактурная бумага. Также можете использовать чертёжную бумагу или ватман. Это, в принципе, не важно, но главное, чтобы она была не фактурная и белая. Потому что твёрдая пастель типа Ван Гог, которую мы будем также использовать в этом видеоуроке, она просвечивает немножечко цвет. Поэтому желательно, чтобы цвет бумаги был белый, чтобы пастель была максимально насыщенной. Ну, в общем, я просто обозначаю контуры. Я приложу фото, на которое я ориентируюсь, чтобы не просто срисовывали, а всё-таки ориентировались на натуру, так называемую. А в данном уроке мы будем использовать, как я уже говорила, пастель Ван Гог. Вот здесь также присутствует ещё пентл. Розовые такие цвета, от светло-розового к тёмно-розовому. Никогда их не использовала. Вот, наконец, будет у меня шанс. Также я использую пастель Сенелье. Тут вы видите оттенки коричневые, бежевые. А Сенелье – это мягкая, очень мягкая пастель. И это тоже Сенелье. Это белый чистый белый мелок, который я всем советую торописти, тем, кто хочет работать в масляной пастели. Им очень удобно проставлять блики, и он хорошо прикроет вообще любую пастель. Также для работы нам понадобится сухая салфетка для того, чтобы чистить пастель. И кусочки, которые приклеиваются к ней, легко очищаются вот такой салфеткой, как вы видите. Начинаем работать над нашим пончиком. И начинаем мы с глазури. Она будет розового цвета, поэтому я заливаю всё сначала среднерозовым. Ну, достаточно светло-розовым. И начинаю прорабатывать объём. Естественно, глазурь у нас двигается по форме пончика, и она будет круглой, и будет заворачиваться. Свет у нас на картинке падает справа, поэтому вот здесь вы видите, что я немножко правую часть начинаю высветлять, чтобы создать вот этот объём. Ощущение света падающего. И также обозначаю тени. Здесь средне-тёмным, таким розовым. Сначала начинаю работать, потому что я работаю от светлого к тёмному, поэтому сначала мы прорабатываем всё, заливаем средним, потом прорабатываем свет. А немножко потом начинаем потихонечку вводить тени. И вот здесь вы видите самый тёмный розовый мелок. Я им прорабатываю кантик глазури, чтобы создать эффект того, что она объёмная. Она же имеет определённую толщину. И вот за счёт того, что мы добавили этот тёмно-розовый мелок, у нас создалось впечатление, что она лежит и обволакивает этот пончик сверху. Продолжаю строить объём. Заворачиваю его, как видите, слева, самая тёмная сторона будет нашего пончика. А также внутри, в дырке пончика, необходимо заложить тень. И немножко обозначить цвет. Здесь я работаю вангогом пока что. Просто, чтобы обозначить место, где будут лежать блики у нас потом. Сейчас я работаю над самим пончиком. Будет небольшой кантик. Работаю светло-бежевыми. И добавляю немножко вот такого охриста оранжевого, чтобы создать эффект печёной булочки. Достаточно просто повторяю за референсом, который я вижу. И просто пытаюсь создать эффект теста. Работаю с мешанными мелками вангогом и сонелье. В принципе, всё равно, чем вы решите работать. Здесь достаточно тонкая палочка этого теста. И мы особо на ней заморачиваться не станем. Просто обозначим её немножко. Вот видите, как я чищу пастель. Очень важно чистить пастель, потому что кусочки, которые пристают, не всегда попадают в цвет. И вы можете просто испортить свой рисунок, неосторожно нанеся, не знаю, на розовую глазурь какой-нибудь случайно приклеившийся кусочек синей пастели. Поэтому обязательно, особенно там, где прорабатываете свет, чистите пастель салфеточкой. Возвращусь к глазури. Ещё немножечко подчеркиваю тень. Вот здесь я как раз-таки не почистила пастель. И вот вы видите, как я испортила немножечко свою глазурь. И при ней пришлось исправлять это. Кстати, если вы немножечко испортите глазурь, масляный слой пастеля, его легко просто сковырнуть ногтем или палочкой соскрести и заново нанести слой. Далее вот здесь вы видите, как я мягким мелком сонелье нанесла блик. И вы видите, как сильно он перекрывает любой слой пастели. Поэтому именно я советую вам его приобрести. Дальше мы начинаем работать над вторым пончиком. Здесь опять-таки необходимо понять, как падает свет. Пожалуйста, смотрите на референс. Вы увидите, как строится объём любого предмета, который вы рисуете. Глазурь она достаточно простая, она ровная, гладенькая. Мы избежим нанесения всяких посыпки и пупырышек для упрощения работы. Потому что всё-таки я хочу, чтобы люди, которые не совсем владеют идеальной пастелью, могли бы её нарисовать. Также мы не заморачиваемся над особой живописностью. У нас достаточно графичная, я бы сказала, даже иллюстративная такая работа. Немножко похожа на то, что некоторые художники рисуют маркерами, такой некий скетч. Но достаточно необычный материал, а масляный пастель. Строю объём. Здесь опять-таки то же самое, что с первым пончиком. Задолела всё сначала среднерозовым, потом начала высветлять свет и затемнять тени. Работаю исключительно розовыми мелками, как вы видите. Где-то добавляю свет. Кстати, мелки идеально смешиваются между собой на такой бумаге, на той, на которой я работаю, на нефактурной. Я не пользуюсь никакими специальными мелками-блендерами. Мешаю всё мелками между собой, либо пальцами. Пальцы отлично снимают какие-то фактурные мазки. Если вам хочется, чтобы работа была более гладкой, просто затрите её, но аккуратно пальцем. Сильно не втирайте, потому что вы рискуете снять слой пастели наоборот. Продолжаем прорабатывать объём. Я чередую, как видите, на и синие тени, на и синие света. И таким образом я добиваюсь достаточно гладких переходов, плавных переходов, градиентов. Да, работаю попеременно. Здесь я добавляю уже свет. Это мелок ван гонг. Обозначаю просто светлую зону. И вот это уже мелок санелье белое. Я наношу им блик очень целенаправленно, конкретно уже, чтобы он совсем высветил эту зону. Опять чищу мелки. И наношу уже тёмно-тёмно-красным такие окончательные тени. Падающие тени от верхнего пончика. Опять чищу мелок. Да, вот здесь мне понравилось острое краешек, рёбрышко, поэтому я сняла смело обёртку. Так, прорабатываем дальше. Падающий тень. В общем, здесь понятно, что мы просто пытаемся следовать за нашим референсом. Строим объём, добавляем какие-то детали. Я чередую, как видите, мелочки, аккуратно их смешиваю, и они прекрасно смешиваются. Дальше, да, вот здесь не бойтесь положить прям совсем тёмный мелок, это не страшно, потому что так оно, собственно, и будет, и потом вы видите, что оно достаточно гармонично впишется в наш пончик. Это чёрная дырка, потому что там, собственно, тень от пончиков, которые окружают эту тарелку, которые лежат на этой тарелке, и не бойтесь тень темнеть вообще. И, соответственно, конечно, полосочка пончика, которую вы видите внутри, она тоже должна быть темнее, потому что она находится в затемнённой области. А этот пончик у нас повёрнут к свету, но работа над ним, в принципе, такая же, как на двумя остальными. Заливаем всё среднее светлым и начинаем прорабатывать тени. Здесь наш пончик окружён пончиком, который находится сверху, пончиком, который находится впереди, поэтому у него достаточно много затемнённых областей. Не забывайте их обозначать, иначе он будет у вас немножко вырезанный и не будет сообщаться со своими собратьями. Просто прорабатываем объём, я мешаю мелкие. Обозначаю падающие тени от верхнего пончика и обозначаю кантинг глазури, чтобы создать дополнительный объём и создать толщину. Внутри также я подчеркнула немножко темноту от дырки бублика, ой, бублик, извиняюсь, пончик. Здесь я сложила немножко такую складку на глазурь, как будто, знаете, глазурь стекала и засохла в состоянии, пока она ещё стекала, знаете, бывают такие, как неровность, что ли, на краю. Тут я решила добавить немножечко пончика самого без глазури, чтобы разбавить эту розовую симфонию и оживить немножечко наше трио. И, как видите, я работаю параллельно над всем немножко, то есть я прорабатываю что-то, потом я могу увидеть, чего-то не хватает. Вот здесь мне не хватило тени, и я решила добавить падающую тень от пончика, достаточно резкую, тёмную. И опять вернулась к прорабатыванию пончика. Здесь мне показалась слишком большая дырка, и я решила её уменьшить, чтобы не сильно было чёрное. Дырка от этого бублика. А я опять вернулась... Господи, почему дырка от бублика? От пончика! Я опять вернулась к предыдущим, мне показалось, что они недостаточно затемнены, и я решила добавить им тень. А здесь, наоборот, я не слаблики. И опять чуть-чуть затемнило, потому что мне показалось, что я темнело высветлила. Выровняла край. Старайтесь работать аккуратно, потому что всё-таки яркая пастель, которая выходит за рамки вашей картины, её очень сложно исправить. Она не стирается ластиком, как сухая пастель. То есть, если ошибётесь, то уже ничем не перекройте, только тёмной пастелью. Здесь я обозначаю тарелку. Мы её обозначаем достаточно схематично. Я просто прорисую небольшой объём этой тарелки, который мы видим в этом ракурсе. Светло-серым ван Гогом. Дальше тёмно-серым ван Гогом обозначу тени от пончиков. Ну, то есть, мне необходимо показать, что тарелка в тарелке что-то лежит. Тарелка достаточно глубокая, у неё тоже есть какой-то свой объём. И это я пытаюсь показать. Аккуратно смешиваю тёмно-серый и светло-серый. Здесь я решила немножко дать цвета. Мне почему-то захотелось сделать его светло-жёлтым. Не знаю, видимо, я так увидела это на фото. И прорисовываю толщину тарелки очень мягким моим мелком в белом снылье. И подчёркиваю тёмно-серым. Всё-таки я решила обозначить донышко тарелки. Немножко смягчаю границы, пытаюсь заполнить фактуру, чтобы не было всяких ненужных нам просветов бумажных. Это тоже не очень красиво. Ну, я не очень люблю масляные пастели. Падающие тени обозначаем от пончика. В данном случае я выбрала просто серый цвет. Тёмно-серый, светло-серый. Дальше мы прорабатываем вот этот маленький кусочек пончика, который нам виден. Этот пончик совсем в тени. Поэтому я решила сделать его прям сразу достаточно тёмно-розовым. Таким розовым, которым мы прорабатывали тени на наших остальных пончиках. А с таким светло-лиловым, я бы сказала, я немножечко смазала, как видите, выровняла фактурность. Добавила падающие тени тёмно-красным и чёрным, практически тёмно-тёмно-серым. Опять, ещё я увела его немножко в тень серым, чтобы был не такой интенсивный цвет. Потому что в тени у нас интенсивность цвета падает. Это такие законы физики. Ещё добавила немножечко тени по контуру, чтобы наш пончик завернулся. И обозначила совсем крошечку, капельку света, чтобы всё-таки было понятно, что у нас там не просто розовая какая-то кучка лежит, а что это всё-таки пончик. Дальше из голубых, у нас кружку я решила сделать голубой, светло-голубым я заливаю целиком всю кружку. Здесь я, как видите, немножечко изменила ракурс нашей кружки, потому что у меня не помещалась ручка, и мне не хотелось упирать эту ручку в край листа, поэтому я решила её немножко переделать. И тут я светлым мелком, как видите, сначала затёрла немножечко кружку саму, и сейчас работаю над ручкой, более тёмным мелком прорабатываю объём. Тут, собственно, необходимо понять, что свет падает справа, и, соответственно, понять, каким образом будут перераспределяться блики на нашей кружке. В данном случае слева будет, естественно, тень от ручки и, собственно, тень ручки. Справа будет свет и блики на ручке. Сама кружка, да, вот я сейчас её затонировала ещё сверху белым вангогом, чтобы просто убрать вот эту фактурность и целиком залить её светло-голубым. Сколько светло-светло-голубого у меня не было, я, как видите, смешиваю средний голубой и белый мелок, прямо на бумаге. Дальше я обозначаю тень, собственную тень кружки, таким средним голубым, не очень тёмным, и пытаюсь просто выстроить объём. Я смотрю на натуру, понимаю, какие бывают тени, какие бывают блики у кружки керамической. В данном случае они достаточно резкие, поэтому я выстраиваю вот эту вот чёткую полоску собственной тени. И не забываем про рефлекс, от розовых пончиков на нашей кружке будет, естественно, рефлекс, поэтому я решила его заложить таким средним мягким ноуком пентал. Пентал, кстати, отличная пастель, очень советую вам, если... И дешёвая, очень доступная. И, да, закладываю, естественно, немножечко тени, чтобы выстроить наш объём. Дальше прорабатываю средний тон нашей кружки. Работаю немножко над ручкой. Не забываю обязательно падающий тень от ручки, если решите сделать это в таком же ракурсе, как я. Нарабатываю просто цвет. Как видите, пытаюсь перекрыть немножечко фактуру. Мне хочется, чтобы она была всё-таки максимально гладкой. И не забываем про то, что кружка у нас круглая, ну, объёмная, она заворачивается, соответственно. Необходимо заложить небольшие тени с правой стороны, даже если с этой стороны падает свет. Затемняя немножко тени, мне захотелось затемнить у основания. У основания немножко поднять тень выше, и наоборот, немножко высветлить на свету, чтобы усилить контраст. А также сгладить немножечко тени. Этим я, собственно, и занимаюсь. Также, кстати, не забываю, что слева, как видите, я не темню кружку самого края, потому что там рефлекс. Так что не забывайте про то, что у круглых предметов такие вот особенности освещения, изучайте натуру. Добавила небольшие блики на ручки. Теперь заполняем внутреннюю стенку объёма чашки. Не забывайте, если свет у вас падает справа, то справа же внутри чашка будет затемнена, а слева, наоборот, будет свет. То есть в обратку всё идёт. И здесь я как раз это делаю, затемняю максимально справа и пытаюсь максимальный свет сделать слева. Ну и кантик. Про кантик, конечно же, тоже не забываем. Сейчас я его обозначу. У нас получается, тут я пытаюсь просто смешать и равномерно поставим, а слева у нас получится блик. Вот как раз прорабатываю кантик. Слева у нас будет самая светлая часть нашей кружки, потому что туда падает свет и основной блик. И вот, собственно, наша кружка готова. Дальше мы прорабатываем фон. Здесь, в принципе, ничего сложного, мы просто заливаем его целиком. Я заливаю в данном случае двумя цветами. У меня такой ярко-ярко-салатовый и ярко-жёлтый. Смешиваю его вольно достаточно на бумаге. Старайтесь работать аккуратно, потому что если вы заденете контур вашего рисунка, его очень легко смазать. Поэтому, как вы видите, я очень аккуратно прям краешком, ребрышком пастели стараюсь обрабатывать вокруг наших пончиков. Поле, вокруг кружки. То есть стараюсь это всё максимально сделать аккуратненько. И максимально затушевываю всю фактуру, чтобы не просвечивала бумага, потому что мне хочется, чтобы получилась такая яркая, насыщенная достаточно работа, фон. И это легко достаточно сделать, поэтому я не думаю, что вы здесь встретите какие-то большие проблемы. Таким образом мы залейте всякие, всякая мишура. Её легко, кстати, просто встряхнуть с рисунка, поэтому... Дальше мы обозначаем тени. Здесь тёмно-синим я закладываю тени от кружки, но заметьте, что я положила немножечко жёлтого в самом конце тени, чтобы было понятно, что наша тень лежит на жёлтом столе, да, или на жёлтой какой-то, на каком-то фоне. Потому что если вы сделаете фон, ой, тень просто чем-то тёмным, без градиента, она будет смотреться очень вырезанной и резкой. И я не советую оперировать вам чёрными оттенками, старайтесь прибегать к каким-то тёмно-серым или тёмно-синим. Они будут смотреться более живописно, тем более, что фон у нас жёлтый, а синий отлично гармонирует. Он родственно контрастный к жёлтому. Дальше фон, ой, извините, тень, а тарелки. Опять-таки тем же самым тёмно-синим закладываю. Не забываю немножко про жёлтый, прям по краюшку нашей тени, чтобы было понятно, что наша тень лежит на столе, на жёлтом. Чтобы добавить какой-то живописности в щё-таки ей, чтобы она не смотрелась таким куском, куском тени. И немножечко затемняю ещё у основания предметов. Смазываю пальцем границ, чтобы теневые переходы были максимально мягкими. Вот такое было видео сегодня, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. А главное, что всё было понятно. Если что-то было непонятно, обязательно оставляйте комментарии к этому видео. Я охотно отвечаю на все ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Будет ещё очень много всего интересного, связанного с масляной сухой пастелью. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Там я выкладываю свои последние работы. Мы там очень активно обсуждаем с моими друзьями и подписчиками разные животрепещущие для каждого пастелиста вопросы. Так что, если вам интересно, я оставлю ссылки все внизу. И не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот видеоурок. Это будет меня мотивировать на создание каких-то новых видеоуроков. И, кстати говоря, если у вас есть какие-то интересные темы, которым вам бы хотелось, чтобы я сняла видео или видеоуроки, обязательно также оставляйте в комментариях внизу. Мне всегда интересно знать, что интересует моих подписчиков, моих друзей, начинающих художников. Поэтому буду рада всем вашим предложениям. И уверена, что у вас всё получится. Удачи!